Это программа «Мой район». В том же году, в 1974-м, был открытый проспект имени вашего дедушки. Вы ведь не в Москве живёте, насколько я понимаю. Ну, до недавнего времени жил в Москве. То есть, в основную часть жизни прожил. Это последний раз были на проспекте Жукова. Ну, раньше посещал очень часто. Мы по нему ездили каждый раз купаться в Серебряный Бор, поэтому очень знакомая улица. Вот, кстати, немножко возвращаясь к игре на инструментах, Жукова один раз спросили, а завидовали вы кому-нибудь, в чём-нибудь? Он сказал, да. Всегда завидовал тому, как Семён Михайлович Будённый виртуозно играет на аккордеоне. Мне до таких высот не подняться. Это тонкое замечание. Его можно долго анализировать. Я знаю, что какая-то, Алексей, какая-то знаменитая была история с визитной карточкой маршала, с его усами. Это, как говорится, баян или действительно он остался однажды всего лишь с одним? Слышали такую историю? Да, конечно. Это семейное предание или это выдумки журналистские? Нет, я знаю эту историю. Она действительно была в далёкие 20-е годы прошлого века. А, это 20-е. Да, они с будущим маршалом Климентом Ефремовичем Ворошиловым решили разобраться с внутренностями снаряда вражеского. И вдвоём, наклонившись достаточно близко к снаряду, решили выяснить, дымный порох или нет. Оказалось, что порох бездымный и без одного уса, будённый после этого, значит, оказался. Решил сбрить, потому что, ну, это просто, ну, перед строем с одним усом выскакивает. Ну, не рисовать же, да, там, второй. И тогда председатель правительства Михаил Иванович Калинин запретил на уровне устного указа забривать второй ус. Потому что он сказал, что, Сергей Михайлович, это ваши усы, это народное достояние. Не разрешаем вам это делать. А вот, кстати, у дедушки бывали талисманы какие-то военные? Вот то, что называется словом артефакты. Я бы не мог назвать это талисманом со стопроцентной гарантией, но то, что у него до сих пор в доме хранится марлечка, и в этой марлечке, как он мне рассказывал, монетки из тех стран, в которых он бывал. Ну, я о чем подумал, что многие ведь, особенно, может быть, из-за молодых школьников, когда они идут по проспекту Жукова, по проспекту Буденного, они даже, в общем-то, ну, вот, нафтамп, проспект Жукова. А кто такой Жуков и кто такой Буденный? Может быть, и не все помнят, а помнить надо. И хорошо, что Москва об этом помнит. Огромное вам спасибо за память и за этот разговор. А мы после рекламы продолжим разговор о улицах Москвы, названных в честь наших героев.